Памачка, роза в саду моё, Небо синем в море глаз. Памачка, нам хорошо с тобой, Руку мне... Нежность и ласка, терпение и доброта, всепоглощающая любовь – это слова о матерях, которые отдают каждый день и час своей жизни своим детям. День матери – великий праздник для всех времён, для всех народов, поэтому и традиция чествовать женщин-матерей, отмеченных высокими правительственными наградами на самом высоком уровне в зале приёмов Брестского облсполкома стала доброй традицией. В нашей области за 18 лет 2411 женщин удостойны звания «Мать-героиня». 120 прекрасных дам Брещины получили ордена матери в этом году. Величайшая оценка такого благородного труда. Для каждого человека, который живёт в нашей стране, слово «мама» – это святое, потому что без мамы не было бы нас, не было бы того, что у нас сделано уже в нашей Республике Беларусь. Ведь наши мамы – это женщины, без которых невозможно, во-первых, жить на этом свете, это раз. Во-вторых, которые делают всё возможное, чтобы на нашей земле тоже был комфорт, был уют, была радость, было счастье. И вот та политика, которую проводит глава нашего государства, Александр Горьевич Лукашенко, в отношении социальной поддержки не только всех женщин, не только многодетных семей, но всех семей, которые проживают в Республике Беларусь, это дорого стоить. А вот всё то, что делается для многодетных семей, ни в одной стране такое не делается. У нас в Республике растёт количество многодетных семей, а если брать нашу Брестскую область, то только за последние четыре года на две тысячи семей увеличилось многодетных семей, а в целом уже проживает более 16 тысяч. Поэтому это тот золотой фонд, который даёт нам возможность жить, развиваться и делать всё, чтобы наша страна и наша Брестская область была лучше и богаче. Великий дар быть современной женщиной, матерью и брещанке достойно справляются с поставленными перед ними задачами. Они независимы и умны, самодостаточны и красивы, они достойно и уверенно справляются и с профессиональными нагрузками, и с семейными обязанностями. Женщин-брещены уважают мужчин, их чествуют и награждают орденами и медалями. А ещё сильная половина человечества не может не заметить и неоднократно это подчёркивает, что от того, что умеет современная женщина, зависит благополучие не только её семьи, но и нашего государства. Но и женщины уверены в своей социальной защищённости. Поэтому растут и пополняются наши семьи всё больше многодетных, в которых три, пять и более детей. Государство очень сделано много для того, чтобы сделать лучше, краше жизнь, чтобы женщины могли и хотели рожать, чтобы они растили детей. И в перспективе, вы знаете тоже об этом, много ещё планируется сделать, в том числе, вот вы знаете, то, что обсуждалось, материнский капитал. Огромная поддержка идёт по линии медицины, конечно, по линии социальной защиты. Это различного рода выплаты, которые получают. Это и сопровождение в будущем детей, когда многодетные особенно семьи. Поэтому я считаю, что у нас в государстве, в нашем государстве, социально защищённом государстве, есть будущее и для мам, и для их детей. Хорошо у нас женщины рожают, пользуясь тем, что государство им оказывает всяческую помощь для того, чтобы они рожали, воспитывали деток. Брестская область на протяжении трёх лет занимает тоже первое место по рождаемости после города Минска. Мы, у нас последние три года рождаемость превышает смертность. Это тоже очень важный показатель. И в этом году у нас родилось около 9 тысяч деток, что на 200 деток, это 48 деток больше уровня прошлого года. Самый торжественный момент приёма в облсполкоме – вручение орденов матери шести прекрасным женщинам нашей области, которые высказывали в ответ самые искренние слова благодарности и дарили подарки руководителю области Константину Сумару и от себя, и от своих детей, и от всех женщин нашего края. Готовы ли вы через несколько лет или в самое ближайшее время сказать, что да, я жду ребёнка, я поэтому счастливая? На всё Божья воля. Если нам возможность такая предъявится, я думаю, что мы только её поддержим. В первую очередь, я считаю, что, конечно, здоровье и, конечно же, опора в виде мужчины, который тебя будет по жизни поддерживать и всегда поощрять, понимать и помогать, конечно. А детки? А детки – это уже наша, как говорится, взаимная награда и взаимное счастье. В нашем государстве очень огромная помощь для семей и в плане жилья. То есть мы тоже, как и все многодетные семьи, получили квартиру большую, светлую, хорошую. Поэтому, конечно, огромное спасибо прежде всего нашему президенту за такую возможность. То есть все возможности для семей, чтобы в семье был не один ребёнок и не два ребёнка. Вот, да, то есть, как бы, ну, наверное, это уже неполноценно немножко, да, а, конечно, чтобы были большие дружные семьи. Сегодняшний день запомнится, наверное, мне на всю жизнь, потому что такого, наверное, яркого дня у меня ещё не было. Моя мама самая лучшая для меня. Красивая, добрая, милая. Я пожелаю здоровья, счастья, любви, благополучия. Все мы родом из детства. И в душе каждого из нас живёт единственный и неповторимый образ – образ матери. Наверное, поэтому День Матери отмечают Святой Православный Праздник, Покров Пресвятой Богородицы. А ещё и потому, что без почтения к женщине и матери не будет крепкой основы государства, в котором мы живём. В этот день, прекрасный день, конечно же, сказать слова благодарности всем женщинам в нашей области. Пожелать, чтобы в каждой семье был мир, было спокойствие, было бы лучше, были долгие-долгие годы жизни. Ну и чтобы наши женщины плакали только от счастья, от радости, а чтобы их руки вставали от тех поцелуев, от тех хороших слов, которые должны им говорить мужики или мужчины, будем так говорить, не только в этот праздничный день, но всегда.